Привет! Собственно, уже несколько человек обратилось ко мне с просьбой дать некое подобие интервью. Но вопросы реально повторяются, и я решил ответить на один из запросников, который мне прислали. Он нужен студентам факультета социальных наук даже для какой-то работы. В общем, я решил ответить на него, помочь ребятам, так сказать. И, возможно, это снимет вопросы, которые будут возникать у других людей, потому что реально повторяются. Все-таки аудитория разрастается, ответить всем, ну, просто нереально. Чем вы занимаетесь по жизни? Этот вопрос всегда вводил меня в ступор. Если меня спрашивают о количестве времени, которое у меня уходит на разные виды деятельности, то на первом месте будет, естественно, учеба. Сейчас я достаточно преуспевающий студент факультета естествознания, и мне чертовски нравится эта специальность. Это уже не первое мое образование. Да, то самое чувство, когда ты старше многих выпускников. Я пошел получать его ради того, чтобы в дальнейшем заниматься популяризацией науки. И мое мнение состоит в том, что, чтобы качественно заниматься популяризацией, необходимо иметь квалификацию в сфере, в которой ты будешь заниматься этой самой популяризацией. Ведь это, безусловно, будет положительно сказываться на качестве доносимого до зрителей материала. Возможно, это одна из проблем русскоязычного, а вообще интернета в целом, что не хватает грамотных популяризаторов. Как пришла идея о том, чтобы завести канал? На самом деле, на мой взгляд, вопрос стоит ставить о том, что вас сподвигло к заведению канала. И конкретно меня сподвигло обостренное чувство справедливости и повальный ботхерт от того, что очень много людей в 21 веке при необходимом, просто обязательном, базовом образовании верят во всякую херню и распространяют ее среди своих знакомых в разных коллективах. Наверняка в вашем окружении вам втирали что-нибудь про астрологию или вы слышали что-нибудь о телегонии. Так что мои личные качества, в частности, я не могу переносить, когда, во-первых, неправомерно вводят людей в заблуждение, во-вторых, подвергают дискриминации определенные социальные группы. Опять же, просто обосновываясь на каких-то личных стереотипах и на абсолютно неподкрепленном мнении. Как много времени прошло от идеи до готового продукта? Смотря что считать готовым продуктом, если брать конкретно идею канала Trash Smash, ну, с названием и, в общем, каким-то образом, то где-то около года. Ну, сначала это было просто видео, где я негодовал насчет того, что телегония, ребята, какая нахрен телегония? Это каждый школьник знает, что телегонии, в принципе, быть не может, ну, исходя из базовых репродуктивных механизмов у человека. Вот, это была первая идея моего видео, ну, а впоследствии вот эта вот идея разгрома предрассудков, разгрома определенных стереотипов и, в общем, заблуждений начала разрастаться и пришла к тому, к чему пришла. Почему именно такой формат? Формат видеоблога, на мой взгляд, самый удобный. Большинство информации, воспринимаемой людьми, это визуальная информация. Это реально удобно. По манере выступления вы похожи на очень уважаемого мной российского публициста Александра Невзорова. Равняетесь ли вы на него? Не думаю. Невзоров, безусловно, прекрасный полемик, у которого значительные заслуги на антиклирикальном фронте в борьбе с попами. Но надо понимать, что и косяков у него хватает. Ну, начинает его непомерная любви к лошадям, которые перерастали просто в комичные выступления, а-ля научи лошадь считать. До его реакции на критику его же книги порталом Антропогенез, а-ля ученые продались попам, это все следствие клирикализма, у меня в книге все окей. Он позиционирует себя, как такой чернокнижник, который опирается на данные, там, двадцатых годов прошлого века исключительно в печатном виде. Да, в его книге грубые ошибки, действительно грубые, просто непозволительно грубые, по крайней мере для человека, позиционирующего себя, как популяризатора. В общем-то, претензии были полностью обоснованы, но его реакция была не очень, скажем так, доблестной. Ну, для сравнения можно привести Маркова, который является хорошим специалистом в своей сфере и реально грамотным популяризатором этой сферы. Но Марков не полемик. В стычках с попами Марков терпит фиаско. Это видно любому обывателю. Марков интеллигент, а Невзоров, Невзоров грамотный тролль. На мой взгляд, популяризатор должен сочетать в себе качество полемика и грамотного специалиста. В общем-то, у Невзорова этого нет. Есть ли вообще у вас кумиры, на которых хотите быть похожи? Есть много людей, которых я уважаю. Уважаю их деятельность и их вклад. Ну, как у того же Невзорова в его антикалерикальной борьбе. Или у Джеймса Рэнди в его вклад в размечание предрассудков. Я уважаю их деятельность в различных сферах жизни общества, но быть похожими на них мне не хочется. Так что нет, из реального мира таких людей нет. Но есть образы, которые меня вдохновляют, которые я нахожу привлекательными. И, например, это... Да, Человек-паук. Надо сказать, необычный. Супериор-версия Человека-паука, которая в комиксах представляла из себя ну, такую трогательную, фантастическую историю, когда главный злодей Паркера, Отто Октавиус, захватил его тело. И эта история рассказывает о человеке, который и всю жизнь терпел фиаско, и на смертном Андре он все-таки одержал победу, но после этого он понял своего соперника и осознал ошибочность своего пути. И, используя рациональный подход, четкое планирование и взвешенные решения, он достиг того, чего Паркер не мог добиться в течение всей своей жизни. В общем-то, меня привлекает образ того, что человек, который прожил уже одну жизнь, может принимать более эффективные решения и опираться больше на свой интеллект. Короче, у каждого свои заморочки и странности. У меня вот такие. Какие трудности в ведении канала были на начальных этапах? Как изменилось положение вещей сейчас? Ну, главная трудность это оборудование. Я помню, как на третьем курсе я писал курсовые своим однокрупникам, чтобы заработать деньжат на новую камеру. Ну, это одна камера, а учитывая, что для съемок, хороших, качественных съемок, для повышения в общем качества картинки необходимо освещение, мощный компьютер, потому что рендеринг это реально... У меня раньше занимал ну, в районе там 36 часов одного видео. Вот, например, какой-нибудь обзор фильма Секрет длилось примерно вот столько. В общем, да, проблема на самом деле была в оборудовании, в каких-то навыках использования оборудования. Ну, сейчас таких проблем нет. Стало ли проще с течением времени генерировать новый контент? Проще в плане появления какого-то алгоритма съемки и монтажа? Да, безусловно, стало. Но в плане времени, которое уходит на подготовку материала, стало только сложнее. Вы могли заметить тенденцию к увеличению продолжительности роликов. Ну, связано это с желанием как можно глубже и основательнее разобраться в теме и, в общем, донести реальное положение вещей до своей аудитории. Это ожидаемо, когда ты ставишь качество излагаемого материала на первое место. Собственно, вот для этого, для какой-то регулярности я и завел вот этот вот блок, канал, где я в более вольной форме излагаю вещи, так или иначе, связанные с моей жизнью, каналом, ну и прочее. Насколько критично аудитория воспринимала вашу деятельность на начальных этапах функционирования канала? Изменилась ли аудитория спустя достаточно длительное время? Вопрос сам поставлен не очень корректно. аудитория это люди, на которых ты изначально ориентирован. У меня размытая такое понятие аудитории, да. В общем, это странный, реально странный вопрос. Насколько критично, критично в плане не моей аудитории, а, скажем так, отдельных людей? Да, фанатики есть всегда и любая тема, которую я беру обозревать, будет оскорблять чьи-нибудь чувства. Это нормальное явление и их количество в сравнении с первым и последним видео в принципе не сильно изменилось. Но в плане людей, которые хотят думать, умеют воспринимать информацию, нет. Они как были, так и остались. Общеизвестный факт, что постсоветские страны довольно консервативны в плане традиций и религии. Не испытывали ли вы давление со стороны семьи за свои убеждения и деятельность? Есть ли среди ваших знакомых и друзей люди, которые относят себя к верующим? С семьей у меня не все так просто, поэтому нет, не испытывал давления. Знакомые, конечно, есть, которые считают себя верующими. Таких знакомых очень много и наверняка не есть у каждого. Но это обычная статистика. Вопрос стоит ставить несколько под иным углом. На самом деле, сколько из людей, позиционирующих себя как религиозные, как православные, реально имеют хоть какое-то представление о православном вероучении. Например, в опросе 2008 года из всего количества людей, назвавших себя православными, 27% не вспомнило ни одной из десяти заповедей. Ни одной. И это очень такой мелкий пример, потому что масштабы непонимания христианского вероучения куда шире. И реально религиозность воспринимается как такой культурный аппендикс. Реально религиозных людей не так много. И реальный образ абсолютно религиозного человека, который бы жил по всем канонам, соблюдая абсолютно все принципы христианского вероучения, он бы у современного человека вызвал такое лютое отвращение и просто непонимание вот таких чудовищных взглядов. Ну, возьмите Стерлигова, который позитивнирует себя как православный и на самом деле его позиция куда ближе к православию, чем позиция большинства людей, которые называют себя религиозными. Вот в этом весь парадокс современности. Поэтому нет. Проблем с религиозными людьми у меня в реальной жизни возникали, но очень редко, потому что большинство людей не знают, что такое религиозность. Они просто видят в этом какую-то культурную особенность. Не более. Вообще, тут есть еще такое понятие личного комфорта. Человеку удобно воспринимать себя как верующего, потому что в обществе принято, что религиозность это почему-то хорошо. То есть, да, отсутствие критического мышления, вера в сказки это хорошо, это добродетель. проявление это безбожество, это просто надо искоренять. То есть, опять же, вопрос личного комфорта стоит рассматривать несколько поотдаль от вопроса религиозности. Узнавали ли вас на улице, подходили ли к вам под предлогом вашей деятельности с предложением познакомиться и поболтать? Ну, во-первых, аудитория у меня достаточно маленькая. Там, в районе 30 тысяч это ничто по сравнению с ютуберами, у которых аудитория переваливает за полмиллиона. Нет, на улицах ко мне не подходили. Вот, прямо на улицах так. Но были другие забавные случаи. Например, когда я поступил на факультет естествознания, я пришел первый день и оказалось, что один парень в моей группе в общем подписан на мой канал и смотрит его и высоко оценивает мою деятельность. Вот это было забавно. Ну, такая мелочь. Ну, или ребята, которые учились на религиоведов из Челябинска приезжали автостопом, путешествовали по странам СНГ и проезжали в Беларусь, попросили встретиться с ними. Ну, я тоже встретился так, поболтали. Ну, было еще пара людей, но на улице меня не узнавали. Я этому чертовски рад. Хвала великому макаронному монстру за это. Угрожали ли вам незнакомые люди из-за вашей деятельности? Разумеется, вы комменты под моими видео читали и, естественно, мне присылают угрозы в личку. Меня лично очень забавляет и радует то, как фанатики реагируют на мои видео. В особо удачные дни, когда видео задевает вот особенную группу особенно фанатичных ребят, я несказанно рад такой реакции, когда мне в личку приходят просто тонны ненависти. В общем, я этого жду просто каждый раз с таким нетерпением. Вы себе представить не можете. Есть ли перспективы значительного роста популярности у лженаучных теорий в современном мире и как она изменится в будущем? Ну, на самом деле, без каких-то конкретных данных такое вот размусоливание это будет просто болтология, в общем, как и большая часть этого видео. Но, на мой взгляд, ключ лежит в образовании, потому что образование должно прививать критическое мышление людям. И они должны использовать это критическое мышление везде, начиная от повседневной жизни и заканчивая сферой своей профессиональной деятельности. В общем, ключ в образовании. Если уровень образования будет падать, то, соответственно, и будет увеличиваться количество мистических и другого рода предрассудков. Если же все вдруг станут самосознательными и образованными, то их будет, безусловно, меньше. Как вы относитесь к деятельности документальных телевизионных каналов с сомнительным с точки зрения достоверности и правдивости контекстом? Рент-Авэй и ему подобные. Ну, документальными я бы их назвал разве что в пьяном угаре, но если на миг забыть о том, что много людей воспринимает вот такой вот контент, выпускаемый подобными каналами как реальный, то можно подумать, что это, в общем, юмористический телешоу, направленный для развлечения людей, у которых много свободного времени. Вот как я к этому отношусь. Но поскольку забыть об этом не удается, приходится относиться к этому как к вредной, намеренно ложной пропаганде, какой-то несусветной херни. Как вы оцениваете деятельность интернет-каналов, которые распространяют недостоверную информацию? Должны ли быть предприняты меры информационного противодействия? Разумеется, должны, но охватить все вот эти сферы всего бреда, что есть хотя бы на русскоязычном ютубе, ну, просто не представляется возможным. И, на мой взгляд, куда эффективнее было бы бороться с причиной, а не со следствием. То есть, развивать у людей критическое мышление и направлять какую-то образовательную крупинку в массы. Как вы оцениваете перспективу всего движения популяризации науки? Есть ли шансы на взрывной рост аудитории после длительного периода стабильного роста? Есть ли шанс у этого движения стать популярным среди подростков школьного возраста и людей старше 30? По статистике ютуба, моя аудитория это люди в возрасте 24-35 и 18-24 Что касается подростков школьного возраста то, на мой взгляд, ключ лежит исключительно в системе образования и ее реформе. Вот меня еще со школы забавлял такой амбивалентный подход, когда любой школьник вам ответит, кто написал Тихий Дон или Войной мир, но ни один школьник вам не скажет, кто изобрел микроволновку, которой он пользуется каждый день. На мой взгляд, такой подход просто безнадежно устарел и его надо менять. Кстати, вот это называется смена парадигмы образования на новую. У нас ее осознали необходимость вот этой смены лишь 10 лет назад. Я не знаю, почему они так слоупочат, но это проблемы образования. Можете ли вы дать прогноз, каковы будут достижения такого движения через 5-10 лет? Ну, имеется в виду, очевидно, движение по полиции науки. И вот тут такая проблема. Чтобы давать прогноз, нужно проанализировать очень большое количество данных. Ну, или быть астрологом-мошенником. Астрологом-мошенником это как масло масляное. Но, в общем, суть в том, что я не могу позволить себе делать прогнозы, опираясь на какие-то данные, потому что у меня нет на это времени. И не могу позволить себе быть мошенником, потому что у меня есть личные принципы. я могу лишь надеяться, что люди обретут большую самосознательность и будут проявлять больше критического мышления, чем сейчас. Если не секрет, реализацию каких принципиально новых идей стоит ждать вашей аудитории в ближайшем будущем? Какие планы относительно канала есть вообще? Собираетесь ли вы в обозримом будущем свернуть деятельность вашего канала? На самом деле планов огромное количество и все упирается в время. Сейчас я готовлю ролик, который будет самым длительным из всех, что были на канале Трэш Смэш. Вероятно, самым подробным и самым взрывным. Но на это нужно время. Я стараюсь закончить его в течение месяца. Head and shoulders, там реклама. Ладненько. Кстати, да, привет. Мы тут снимаем видосики, да. Видосики для канала Трэш Смэш. Вы этого ждете, я знаю. Хватит об этом писать. Я стараюсь. Итак, сам знаю. Все будет. Ничего не могу обещать, но я реально стараюсь. Кроме того, у меня есть отдельные идеи, наработки которых уже есть и причем достаточно давно. Но опять же, у меня просто не хватает на это времени. Но будем надеяться, что я его все-таки найду. А я буду очень стараться его найти и буду радовать свою аудиторию. Насчет свернуть деятельность своего канала у меня были мысли о том, что это дело неблагодарное. Но нет, я не позволю психике различных фанатиков и ортодоксов пребывать в спокойном состоянии. Она должна бомбить. Ну, надеюсь, ответил на чьи-то вопросы и надеюсь... Надеюсь, это пригодится еще кому-нибудь помимо этих ребят. Правда, надеюсь. Ну, а в общем, если вам было нихера не интересно, то, пожалуйста, отписывайтесь от этого канала. Здесь будет всякая херня. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok